Всем здорова, мужики и девчонки! Ну что, я окончательно устал. Устал, так с вами мало видеться. Постоянно готовить какие-то долгие, сложные форматы. Договариваться с кучей комментаторов, чтобы они там прокомментировали один матч. Выходить два, один раз в месяц. В общем, мне этого мало. Хочется с вами видеться больше, учитывая, что сейчас осень, в Испании все начинает двигаться. После жаркого-жаркого лета у Кавабанки появляются новые мероприятия. И не хочется это все откладывать в долгий ящик, побыстрее с вами хочется видеться, с вами всем делиться. Поэтому я решил так. Просто вот что происходит, сразу же снимаю, быстренько монтирую. И как только набирается там материал на 10-15 минут, сразу выпускаю для вас. Так, что у нас из последних новостей? Я до сих пор живу в Барселоне. Скоро уже год, как я тут. Обзвожусь знакомствами, изучаю язык. Просто становлюсь как-то увереннее. Хочется уже что-то больше делать, придумывать. Погода все еще хорошее. Уже замечаю, что в Москве плюс 6. Люди уже переодеваются, уже не понимают надевать осенние или зимние куртки. Я пока в футбе. На этой футбе, естественно, не хватает наших друзей Пари, которые всегда помогают мне в создании данных видеороликов. Помогают в существовании Кавабанки и могут помочь вам, если вы перейдете по ссылке в закрепленном комментарии и получите фрибет 1000 рублей от Вари. Погодка, конечно, чуть-чуть изменилась. Ветерочек появился, чуть-чуть уже он ощущается. Хоть какой-то с другой температурой. Но все равно пока что тепло, солнце жарит. Но погодка все больше и больше становится футбольной. И тут неожиданно в Барселону приезжает Паша. Очень мой давнишний знакомый Паша, который помогает, по-моему, всем медиафутбольным командам с быстрым нанесением номеров, спонсоров, в общем, всего, что надо нанести. Еще, мне кажется, во времена, когда Герман посвящал свои голы вечным каким-то футболкам, все это наносил Паше. А тут он приехал в Барселону. У меня встреча с Пашей, с Мишей. Пивная, естественно, встреча, картофельная. И что он мне привез? Он мне привез, во-первых, халву, батончик Ротфронт. И пожалуйста, расскажи, что ты мне привез? Презентация новых шарфов футбольного клуба Кавапанк. Здесь изображено дворовый футбол, пляжный, там море, солнце. Ну, логотип, естественно, Кавапанк. Логотип. Как тебе, кстати, логотип Кавапанк? Очень круто. Что нас представляет вообще? Ты можешь объяснить, что это? Бокальчик, в котором кава. И это типа морская такая волна либо брызги от кавы. Так. Здесь у нас Барселона. Да, вот эта беленькая. Так. Также у нас есть ачивки от черепашки. Так, вижу Рафаэля. Это Донателло. Желтенького, не помню. Микеланджело может быть? Да, скорее всего. И Леонардо синий. И еще бахрома разного цвета. Здесь голубенькая, здесь беленькая. У нас теперь 10 экземпляров таких шарфов. Я думаю, что аудитория заценит, и ты, учитывая, что ты вернешься в Москву, можем сделать зимний комплект. Так, а Мишу вы уже хорошо знаете, когда я снимал видос про футбол в Барселоне. И мы с тобой обсуждали медиалигу и испанский футбол. Что у нас изменилось с тобой? У тебя стало еще больше игроков? Все верно. Теперь их 62. Это очень большая головная боль. Даже есть какие-то игроки из Кавабанки. Это потом будет сюрпризом, конечно. А ты как думал, мы везде? Я ничего не знал. Мы еще с Мишей сейчас обсуждали, что Женя из Тудроц, Бабзунис, сказал, что готов сыграть в Кавабанке, если Ничай организует Камп Нол. А по поводу команды Ставра и Ничай, не интересно ли с ними матча катать? Слушай, ну мы Камп Нол. Если Ничай сейчас со Ставром организуют, то вообще с удовольствием. Кавабанка, да, там, по-моему? Да, да, да. С удовольствием. Вообще, конечно, я когда услышал фразу Бабзуниса, ну пусть Ничай строит Камп Нол, и мы приедем, я такой, понятно, все понятно, ничего не будет. И потом я совсем недавно просто подумал, блин, а сколько интересно стоит Камп Нол? Я вообще думал, что нужно продать не только почку, но и душу почки вообще, чтобы хоть как-то приблизиться Камп Нол. Потому что учитывая, за сколько арендуются там лужники в этой арены, Камп Нол дешевле. Понятное дело, что сейчас Камп Нол находится на реконструкции, и, естественно, его не арендовать. Она просто сама идея, что это выполнимо, она будоражит. Конечно, мы можем сейчас выйти на Тодороц обратно и сказать, что все нормально, Камп Нол не будет, но будет стадион Испаньола. Мне кажется, что Тодороц в любом городе скажет, да нам еще в любом случае, давайте еще и примки, там, я не знаю, платите нам всем визы, дороги. Ну, в общем, чемпионский райд. В любом случае, команд-то много медиафутболь. Медиалига там у многих команд закончилась. Не хотите ли продлить себя лето сыграть на каталонских полях? Пишите, если что. Будем искать деньги под это, но это не такие заоблачные деньги, как я думал. Оказалось, что арендовать Камп Нол стоит 7 тысяч евро в час, прикинь? Поэтому, пацаны, твич, донаты, люба что, Дродс? Не, ну мы либо, получается, с Мишей ищем спонсоров. Ну, как бы надо сначала достроить Камп Нол. Я думаю, тоже, да, это было бы неплохо. Но в целом еще красивая история, если мы арендуем Испаньол стадион, потому что вот и Дродс, тренер как раз легенда Испаньола. Если Тодрос приедет на Испаньол... Это было бы реально круто, как бы, то есть я буду узнавать, что с клубом, возможно, ли такая общая опция, чтобы как-то арендовать этот стадион. Я думаю, будет очень красивая история, и, безусловно, даже для команд там сыграть, это будет очень топовый уровень. Паш, пожалуйста, расскажи самую дикую историю про медиафутбол, где тебе приходилось что-нибудь экстренно сделать или еще что-то? Самое дикое, что вообще было в моей жизни, это участие Анкала в Кубке России в первом, когда Герман Эль Классика за день до игры говорит, у нас нет формы. Ого! Как он вовремя? У них даже не было формы, вообще никакой. Мне пришлось им найти форму фирмы Adidas. Подожди, а ты сам искал адидасовские футболки? Да, я нашел через партнеров, очень популярных партнеров сейчас в Москве. У некоторых... Футболмания. Уганал. Сделал скидку, в том числе Герману и Классику на форму Adidas, которую нам предоставил не Adidas. Сделали нанесение, но весь прикол, что Герман... Я взял пиво, заказал компании футбенд себе пиво. Все, матч ТВ, матч ТВ, включаю телевизор. Пиво приехало, пицца приехала. Звонок Геры, когда он должен на поле разминаться уже. А, то есть ты форму уже привез? Форму уже там, на стадионе. И мне звонит Гера за 15 минут до игры, хотя я сейчас его только что видел на разминке по матч ТВ. Так. И я не хотел даже трубку убрать, если честно. Я думал, я какую-нибудь хуйню сделал. Неправильно, что-нибудь фамилия, номера. И он говорит, что они заявили Кузю там не под каким-то там номером, который я сделал, который они мне написали. Да. А под 15-м надо сделать. И он говорит, Паша, у тебя нет случайно еще одной футболки, шорт лишних этого комплекта? У меня оказалась XL-ка, а Кузя маленький. И я быстро сделал, все пиво отложил в сторону, сделал и ко второму тайму форма приехала Яндекс.Курьером и Кузя вышел. А в целом Кузя должен был быть в старте? Я не знаю, на самом деле должен, но я думаю, Кузя игрок стартового состава. Офигеть. Вот, и соответственно, он во втором тайме вышел и забил пенальти или что-то там забил. А, серия пенальти у них, наверное, была. А. И он забил пенальти. А если бы не было формы, он не мог выйти по другим номерам. То есть это тот самый матч, когда Прокопс с центра поля отдал передачу на газ? Возможности нанесения есть любые. В общем, если нравится шарф, если хотите за пару секунд сделать себе форму экселевскую, обращайтесь к Паше. Это самое быстрое в моей жизни нанесение. Еще я грежу какой-нибудь историей, что мы кого-нибудь из медиафутбола с тобой из российского вытащим в Испанию и построим реалити-шоу, чтобы он играл в каком-нибудь третьем дивизионе Испании. Я думаю, что это реально, безусловно, потому что уровень футбола все-таки какой-то там есть. Поэтому тот, кто будет заинтересован, можете писать нечаимо, мы будем об этом договариваться и устраивать его сюда, в испанский футбол, в местный. Ребята, кто устал от медиафутбола и кто хочет новых впечатлений, приезжайте в Испанию. Ну, в каталонскую дивизион мы точно устроим. Это без проблем. Я хочу устроить именно в испанский, чтобы это было более топливо. Приезжайте. Хотя бы на просмотр. Две недели проведи в Барселоне и почувствуй себя частью испанского футбола. Вообще, в плане коммуникации с медиакомандами из России и СНГ, я тут вспомнил, что Герман недавно как раз упомянул, что у них еще впереди Казахстан в январе и что Дидар проводит уже вторую зиму подряд свой турнир медиафутбола, когда приглашают еще и российские медиакоманды. Ну, в общем, я написал Дидару. Сперва, естественно, уточнил, какие команды из России планируются, чтобы не было там команд, в которых может выйти какой-нибудь президент Зенита. Сразу появятся какие-то новые судьи с новыми судейскими правилами или команды с Z-символикой там окажутся. В общем, узнал, что вроде бы таких команд не планируется и уточнил. Насколько интересно Дидару, чтобы приехала команда из Испании. Например, Кавабанка. Ничай приветствую. Будем рады, конечно же, видеть вашу команду Кавабанку. Наверное, никогда такого не было, что испанская команда участвовала в меди-лиге, так что нам это очень интересно. Но прежде чем, конечно же, ответить, хорошенько подумайте. Будем ждать от вас ответа в самое ближайшее время. Так что, если что, это действительно какой-то, как мне кажется, реальный, опять-таки, кейс ездить зимой в Казахстан. Понятное дело, что это очень еще и ранние переговоры. Это еще надо понять вообще с игроками, Кавабанки, кто готов, кто может. У многих может быть какой-нибудь сезон в их каталанских дивизионах. Понятное дело, что нужен бюджет на переезд, там, на месяц в Казахстан. Ну, опять-таки, это все обсуждаемо. Если интерес есть, учитывая, что я такой весь активный с вами тут иду, болтаю, то в целом, опять-таки, найти бабки на такую вот поездку тоже вполне реально. Будем сейчас обсуждать с командой, будем обсуждать, где можно найти на это все бабки. И, возможно, пока что просто дают процентов 30, что Кавабанка может оказаться в Казахстане в январе. Ну, так в целом, конечно, это видос, такая большая прелюдия перед другими видосами, потому что совсем скоро будет еще новые видосы. Уже завтра мы будем участвовать в товарищеском турнире. Будет турнир из четырех команд, каждый каждый сыграет в формате 5 плюс 1. И это команда, которая в дальнейшем планирует как раз участвовать на любительском турнире, о котором я постоянно толчу в своих видосах. В общем, это такая проверка поляны, проверка команд. У нас перед этим был большой перерыв, у нас не было матчей, потому что они постоянно отменялись. Мы постоянно регистрировались на какие-то турниры и в последний момент нам говорили, что турнира не будет, матча не будет, поля нету или еще что-нибудь такое. В общем, мы были хорошенечко так врухляты, но вроде бы это проходит и мы наконец-то будем участвовать. Я по этому поводу, кстати, подсчитал, у нас уже 4 матча сыграно. За эти 4 матча кто вообще больше забил, кто заработал больше очков. Так что, если интересно, ознакомьтесь в телеграм-канале Нечай. Также я сейчас нахожусь на улице, потому что как раз выходил, чтобы купить капитанскую повязку. У нас появится наконец-таки первый в истории капитан команды Кавабанка, потому что, ну, впервые впереди турнир. Потом, послезавтра к нам приезжает команда из Валенсии, тоже любительская медийная команда. Будем с ними знакомиться и, естественно, играть футбик, естественно, пить каву. И, естественно, это все будет подснято и в ближайшее время, я надеюсь, все будет оперативно вам рассказано. Так получилось у нас такой с вами диалог, небольшой отчетик. В общем, Кавабанка двигается. Очень рад тем, кто с нами остается, кто до сих пор интересуется Кавабанкой, кому нравится наш испанско-кавочный вайп. До скорых встреч! Всех люблю! Всех целую!